Это не ТикТок, тут нужны какие-то моральные принципы. Не забывайте поделиться этим роликом, если он был вам полезен и он вам помог, а также проверьте, подписаны ли вы на канал. Это не совсем профильный ролик для моего канала, совсем не профильный, но очень важно подводить итоги года и в том числе давать какие-то напутствия на ближайший год, чтобы люди заранее начинали строить свои планы, какой-то план работ на весь следующий год. Так как меня смотрят очень много авторов, а я у себя в творческой студии среди подписчиков их, конечно же, вижу, те, кто делают какие-то ремонты, выкладывают их на свой канал, то есть занимаются ютубом, то для них это будет прямо актуалочка. Очень часто очень многие пользователи, ютуберы и все остальные жалуются, даже их руководитель сервиса ютуб признавал это, жалуются на выгорание, на какие-то нервные срывы, на какие-то ситуации, когда они прямо на грани из-за непонятных алгоритмов, из-за непонятных правил, из-за постоянно меняющейся обстановки на ютубе. А также сейчас будет 23, кажется, декабря, когда будет испытание российской интернет-зоны. Кто как это называет, можно громкими заголовками, что закрытие Рунета, закрытие, наверное, Рунета от остального мира. Вот все это и нагнетает тот нервяк, который ловят блогеры, которые ловят пользователей, которые только начали. У блогеров-миллионников тоже такое встречается. И это профессиональное выгорание, оно, как правило, все из-за никакой-то неопределенности в нашей с вами сфере. Так как сейчас будут специальные испытания, когда все средства Роскомнадзора аккумулируются и накинутся на Рунет, то все, что вы можете сделать, это диверсифицировать ваши старания. Есть громкие заявления, что нельзя складывать все яйца в одну корзину, и это как раз тот самый случай. Но так как принято считать, что у ютуба нет конкуренции, то все обычно страдают и продолжают дальше пилить видосики. Я расскажу, как нужно действовать в 2020 году, хотя бы предпринимать попытки в эту сторону. Потому что, по крайней мере, даже если они не принесут вам какой-либо большой прибыли, они немножко успокоят ваши нервишки. Помимо ютуба есть ряд сервисов, которые могут предложить вам какую-то более-менее альтернативу. Полность замены ютубу быть не может на данном этапе. Но я думаю, что 2020 год очень сильно перевернет этот рынок. Я это заявление делал не голословно. Я в процессе сегодняшнего ролика назову сразу несколько сервисов, которые поменяют правила игры в 2020 году. Рассмотрим их по очереди. Первый – это, конечно же, TikTok. Да, это сервис для каких-то кривляний, каких-то детских шалостей, чего-то вот этого непонятно, дрыганье под музыку и так далее. Он не всем приемлем. Естественно, с тематикой ремонта телефонов там практически делать, конечно же, нечего, если не пилить какие-то приколы. Но TikTok – это быстро развивающийся видеосервис, который тоже имеет систему монетизации. Она отличная от системы монетизации ютуба, но она есть. Да, нужно больших достижений там добиваться, миллионы подписчиков и все остальное. Ничего с этим не поделаешь, это их правила. Но так как туда приходит очень много людей, сейчас также точно приходит очень много блогеров, и, возможно, эти правила игры в 2020 году поменяются. Например, они возьмут и скажут, что с сегодняшнего дня использование любой музыки у нас на площадке без указания авторских прав разрешено, к примеру, что мы для вас выкупили эту музыку. И часть людей, которые на ютубе не могут каким-то образом работать с музыкой, перейдут туда. С большим удовольствием они это сделают. Ну и та аудитория, которая сейчас, количество, которое сейчас находится, там количество просмотров, которые набирают ролики, оно все говорит о том, что это будет до определенного периода, пока тикток не скажет, все, я хочу главенствовать на рынке. И тогда ютуб немножко напряжется. Могут просесть и доходы, потому что рекламодатели могут уйти частично с ютуба в тикток и проводить рекламные кампании свои там. С этим тоже ничего не сделаешь, с этим нужно будет смириться. И именно по этой самой причине, я и говорю, нужно диверсифицировать свои доходы. Обратите свое внимание на тикток, если у вас есть какая-то техническая возможность, а также у вас отсутствуют моральные какие-то правила, то добро пожаловать на тикток. Но тикток это еще не все. Я начал с, так сказать, аутсайдеров нашего списка. Это второй у меня по очередности, это фейсбук. Он тоже в 2020 году, я думаю, что к концу 2020 года он все-таки выкатит свой видеосервис. У фейсбука огромные амбиции, у него получится перетянуть блогеров. И получится перетянуть блогеров с нормальной монетизацией, но скорее всего на первых порах это будут лидеры мнений, это будут миллионники. Ни я, ни, думаю, ни вы не принадлежите к этому числу. Я, конечно, искренне надеюсь, что все-таки вы добьетесь большего, чем кто-либо. Есть предположение, что это будут лидеры мнений миллионники. И на первых порах потом будут блогеры. Своё мнение я аргументирую, но чуть позже говоря об одном из следующих сервисов. На фейсбуке модель монетизации будет идентична ютюбу. Если сейчас на ютюбе большая борьба за авторские права, соблюдение каким-то правилам, законом, коп и всего остального, то на фейсбуке будет все то же самое. Напоминаю, это не тикток. Тут нужны какие-то моральные принципы. 20-й год ознаменуется рывком в этот рынок сервисом мейла. Мейлгрупп обладает очень большими деньгами. И не зря про нее ходит такой мем, что куплю все, что угодно. Мейл.ру в состоянии выкупить чей-то готовый видеосервис, может запилить свой с блокджеком и всем остальным. Он может, не знаю, купить рутьюб, кардинально его переделав. И запилив свой сервис, перетянув блогеров. Вангую, что Мейл.ру не пойдет по тому сценарию, который я обозначил для фейсбука. Он будет звать всех подряд. Все, кто сейчас сидит на серче и так далее, пилит серый контент, все в первую очередь окажутся там, потому что это будет та еще помоечка. Я думаю, что это будет так. Я могу ошибаться. Про Мейл.ру, зная, как они умеют осваивать деньги и все остальное, их вот эти вот браузеры, Амиго и прочее, может говорить только о том, что не будет подобного порядка, какой сейчас есть на Ютьюбе. Ну и мы плавно подошли к прямому конкуренту Ютьюба. Я это ответственно заявляю. Я сейчас аргументирую свое мнение. Это Яндекс. Он именно конкурент Ютьюбу. Кто сейчас из блогеров, из лидеров мнений в этой нише утверждает, что у Ютьюба нет конкурентов, тот жестоко ошибается. Есть готовый кейс. Это кейс мой по работе с Яндексом, в котором я могу на цифрах утверждать, что он не просто конкурент, он прямой конкурент Ютьюба. Я так подозреваю, что Яндекс, скорее всего, что-то знает. Он точно что-то знает. И именно он может позволить вам, авторам, в какой-то перспективе спать более спокойно. В том случае, если захлопнется вдруг над нами какое-то кольцо от Роскомнадзора, и мы останемся какими-то в ограниченном пространстве, Яндекс останется точно. Уже сейчас он частично в управлениями проправительственными структурами. То количество акций, которое сейчас принадлежит Российской Федерации, это еще ничего не значит. Через аффилированные организации Яндексом могут управлять вполне себе в соответствии с какой-то конъюнктурой. То есть могут сделать из Яндекса глобальные сервища, которые уже сейчас могут выдавить большую часть авторов сайтов. То есть если раньше веб-мастера каким-то образом, максимальным образом, веб-мастера поддерживались, у них откручивались какие-то большие рекламные кампании, то сейчас владельцы сайтов, веб-мастера, которые пользуются РСЯ, это система типа Аценса для Гугла, заметили снижение доходов. Оно бывает и сезонное, и все остальное, но в глобальном понимании снижение идет из-за того, что большая часть рекламы откручивается на их собственных сервисах. Это Дзен, реклама в Яндекс.Навигаторе, реклама в Яндекс.Такси, где угодно может быть реклама в их приложениях. И создать вот эту экосистему от Яндекса вполне реально, где пользователь будет получать практически все сервисы внутри себя. Такой эдакий китайский сценарий, можно сказать. Я напоминаю, что у Яндекса уже сейчас есть сервис Яндекс.Видео, но это все не то. Яндекс.Видео – это YouTube. И кто сейчас полез в комментарии писать, что Яндекс.Видео все не то, это, конечно же, так. Прямой конкурент Ютуба не просто Яндекс, а Яндекс.Эфир. Это сервис от Яндекса, видеосервис, который выбрал крайне грамотную модель по привлечению к себе на площадку авторов. Та модель, по которой авторы приглашаются в YouTube, а также переносится их контент, она просто гениальна. Вангую, что мейл поступит точно так же. Яндекс, приглашая к себе авторов, дает ничуть не меньше денег. Кто говорит иначе, что, ну вот да, там я получил 500 рублей в день, еще что-то такое, он где-то лукавит. Потому что Яндекс платит аналогично YouTube, а иногда даже больше. И когда кто-то говорит, что у YouTube нет конкурентов, именно для России, я могу сказать, что Яндекс – это Яндекс.Эфир. Это прямой конкурент YouTube. Но только еще разница в том, что у Яндекса более простая модель загрузки контента, который у тебя был опубликован на YouTube. Ты на YouTube грузишь ролики, что-то как-то додумываешь, что-то как-то делаешь. В Яндекс.Эфире могут твои ролики перенести с площадки, с описанием, с тегами. Я не могу утверждать на 100%, что YouTube скажет за это спасибо, но уже почти год это работает. Ну, чуть меньше. Это работает. И нет каких-то предпосылок, что эта модель неправильная. А еще сейчас придет мейл и поступит точно так же. Я уверен в этом. И если сейчас в Яндекс.Эфир возможности вступить у простого блогера, у простого автора, не люблю слово блогер, у простого автора практически нет, то крупные каналы, они спокойно вступают в эту сеть по приглашению каких-то менеджеров. Два, три, четыре месяца площадку обкатают, и туда можно будет добавиться при сопроведении в каких-то определенных условиях уже всем. Они откроют такую возможность. Они об этом в письмах, когда им пишешь, пустите меня в свою сеть. Они пишут, что скоро, скоро мы откроем двери для всех. И они это сделают. И в этот момент будет два обстоятельства. Первое, все будет как сейчас, и вы получите двойной доход от Аценса и от Яндекс.Эфира. А второй вариант, что все-таки найдется какой-то повод, будь то, не дай бог, какая-то ситуация с терактом, еще с чем-то, захлопнется интернет с какими-то массовыми протестами, захлопнется интернет, и мы останемся в ограниченном пространстве, и именно Яндекс.Эфир позволит вам в 2020 году, а то может быть и дальше, спать спокойно. Потому что у вас останется доход. У кого-то он может быть, конечно, меньше, я согласен, потому что тематики у каналов разные, количество рекламы может быть разное и так далее. Все это, конечно, варьируется в зависимости от определенной ситуации. Я, конечно же, с этим не спорю. Но, по крайней мере, когда вы разрабатываете только на Ютубе, это единственный способ вашего дохода, иметь какой-то запасной вариант, пускай даже с вдвое меньшим доходом, это просто лишний повод более спокойно спать и не хватать каких-то нервных срывов. А о них все чаще и чаще говорят авторы. Вот такой небольшой список сервисов, которые могут в 2020 году наступать на пятки Ютубу, а то, может быть, даже и переступить через него. Я могу ошибаться в цифрах, в сроках, в каких-то своих вангованиях, но я уже сейчас не ошибаюсь, когда говорю, что Яндекс.Эфир – это полноценная замена Ютубу. Будем ждать испытаний. Испытания обязательно будут в декабре. А следующие, возможно, отключения, я, опять же, предполагаю, закрытие всего русского сегмента интернета и всего остального, я думаю, что будут не раньше протестов к выборам в Государственную Думу в 2021 году. То есть в 2020 это может быть не случится, но ближе к 2021, я думаю, что-то обязательно будет. Не зря они обкатывают всю систему. И кто нам что-то рассказывает, что это ради нашей собственной безопасности, выводы по этой теме делайте сами. Я за вас решать просто не могу. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.